Так что, давайте попробуем по порядку разобраться все-таки в том, что у нас сейчас происходит и какова реальная природа происходящего процесса. Потому что, вообще-то говоря, возникла очень странная ситуация. Вот примерно в конце ноября прошлого года, когда власти пытались организовать выборы Государственной Думы, то первая реакция, которая совершенно четко была в общем-то, это полное отсутствие интереса к происходящему. То есть, тут какие-то выборы, никто особенно на них не обращал внимания, никого это не было сильно, ни для кого не было важного вопроса, все тихо происходило и все шло своим чередом. И в общем даже было ощущение, что это самые неинтересные выборы из всех тех, которые были. То есть, вообще выборы в России не бывают сильно интересными, но эти производили впечатление уж совсем, вот совсем никому не нужно, совсем неинтересно, потому что и так все понятно, и так все ясно, и так никому ничего нового не светит. И вдруг, где-то в самом-самом конце ноября, в самом конце ноября, то есть уже вот буквально, если сидеть по Фейсбуку, там, по ВКонтакте, по социальным сетям, ну буквально, вот уже там числа 29-го, да, вдруг происходит какое-то бешеное оживление общественной дискуссии. То есть люди, которые еще вчера ни о чем ни о таком не думали, вдруг говорят, мы пойдем голосовать, мы будем голосовать против партии жуликовых воров. Причем почему-то сразу начинают волновать, вот партия жуликовых воров, все начинают заучить это наизусть, повторять. Что самое смешное, что единородцы начинают откликаться. Они как-то сразу за собой это признают, и на эту кличку, на это прозвище начинают откликаться, что-то четко, да. То есть, видимо, признают, кто они такие, да, или, во всяком случае, признают, что это как-то хорошо их описывают. И вот на этом фоне вдруг начинается пурный рост гражданской активности, что-то это просто всплеск гражданской активности. Люди, которые вчера еще никуда не собирались, ничего не хотели, вдруг они кричат, что мы пойдем, мы проголосуем. И вдруг начинают думать, что эти выборы что-то меняют, что-то решают. Что-то поразительная вещь. Откуда они берут, что выборы что-то должны изменить? Вот, казалось бы, правила же игры понятны, как вот на этих выборах что-то решиться? Нет, люди бегут. Я помню, вдруг идет просто поток постов в Фейсбуке, как абсолютно, я бы сказал, даже оголтело, когда люди пишут, что да, мы пойдем, мы им покажем. Такое ощущение, что вот они своими голосами сейчас все изменят радикально, вообще вся жизнь в стране переменится. И это все описывается в социальных сетях, в журналистике, в категориях пробуждающегося гражданского достоинства. То есть, если я рассматриваю это как некий процесс пробуждения достоинства, то он происходит так. Где-то в ноябре достоинство спало тихо, спокойно, так сказать, сладким сном. Вот, в конце ноября что-то начало его будить, сон нарушен был. Где-то уже с числа 2-3 декабря достоинство пробудилось и начало явно шевелиться, причем с нарастающей активностью. А 4-го вечером оно уже просто бушевало, а 5-го вечером оно вывело на улицу толпу народу вот здесь. И этот народ уже настолько разошелся, настолько разбушевался, что пошел драться с милицией. Срочно переименованной в полиции, как раз перелете. То есть, все это выглядит, на самом деле, как некий театр абсурда. Потому что невозможно объяснить это какими-то процессами, непосредственно происходящими именно в это самое время. Ну, не то, что была какая-то бурная избирательная кампания, например, в ходе которой вдруг какие-то идеи очень важные выпустивались, да, или какие-то сенсационные повороты сюжета были избирательной кампании. Но этого же нету. И я думаю, что имело место что-то другое. На самом деле, имело место какая-то отложенная социально-психологическая или культура-психологическая реакция, которая накапливалась постепенно на протяжении длительного времени, которая постепенно концентрировалась и которая ждала какого-то формального внешнего повода, чтобы вырваться наружу. Что, собственно, произошло? По всей видимости, во-первых, все-таки сказалось трехлетие кризиса. Вот три года экономического кризиса, восьмой, девятый, десятый, теперь уже одиннадцатый, да, то есть, ну, суммарно, с середины восьмого по конец одиннадцатого, три с половиной уже года, суммарно это накопило в обществе некое напряжение, причем на разных уровнях и в разных формах. И зачастую люди просто не отдавали себе отчета в том, чем они недовольны. Это еще одна очень вопросная вещь. То есть люди чувствуют недовольство, неудовольствие, несогласие, обиду, напряжение, раздражение, но не всегда понимают почему. Это такой вот эмоциональный груз нарастающий, да, у людей появляется. И поэтому какой-то совершенно случайный повод мог вывести наружу вот эти все социально-психологические факторы, всю эту энергию накопившуюся, вдруг выпустится на поверхность. То есть выборы выступили на самом деле не причиной. И это первый тезис, который я хотел бы иметь затручивать. Не причиной массовых выступлений, а поводом, чтобы выпустить на поверхность вот эту вот накопившуюся энергию недовольства, протеста, несогласия, неудовлетворенности, зачастую, кстати, растерянности, потому что люди тоже чувствуют, что что-то не так, а что не до конца понимают. И как раз нужно было сфокусировать. А если мы знаем, что что-то не так, а что не знаем, то вдруг вот он дает фокус, выборы, вот что у нас не так. У нас не так что-то в Абсолютной России. У нас что-то не так с процедурой выборов. У нас фокусируется подсчет голосов. О, вот, мы фокусируем эту энергию на каком-то конкретном объекте, на какой-то конкретной точке, и мы вот бросаемся, ловимся в эту точку. Это первый момент, который, мне кажется, абсолютно принципиальным для понимания того, что происходит, и для понимания того, что, с одной стороны, движение, в общем-то, непропорционально поводам, которые его провоцируют, и в какой-то степени даже идеологически неадекватно самому себе. Потому что, вот, например, мы видим из раза в раз, еще один очень важный момент, люди приходят на митинги, особенно начинается уже это с Сахарова, ну, в первых митингах, это было не очень ясно, с проспекта Сахарова видно, что люди приходят и говорят, нам очень не нравится то, что происходило на митингах, нам не нравятся ораторы, нам не нравится, одни говорят, стоять с националистами, другие говорят, нам не нравится стоять с леваками, левые говорят, нам не нравится слушать тех, этих либералов, а то всем не нравится происходящее. При этом все приходят. И самое интересное, что приходят снова, все приходят и пишут, мы были на Болотной площади и придем еще, потом, читаешь комнаты, все недовольны, всем на Болотной площади не понравилось. Они пишут, нет, мы придем еще и снова будем на болотни И в следующий раз придет еще больше народ То есть возникает какое-то странное ощущение неадекватности Это же такой своеобразный театр абсурда Почему? Опять-таки потому, что есть причины более глубинные Которые движут этим протестом, которые его провоцируют Которые делают его, что называется, неугасимым на данном этапе Подпитывают И даже вот эта постоянная неудовлетворенность тем, что происходит Несогласие с лидерами Недовольствие тем, как все организовано Невнятность лозунгов Неинтересность речей И так далее Все это преодолевает стихии внутреннего какого-то стремления действовать Протестовать, как-то выражать недовольство Вот это вот из глубины идет И это до известной степени пока еще иррационально Но иррационально не в том смысле, что неразумно Это вполне разумно А иррационально в том смысле, что люди еще не нашли разумных способов Чтобы выразить, что они, собственно, хотят Поэтому они подхватывают практически любые лозунги, которые им вытаскиваются И вот самый гениальный лозунг, который я видел на площади болотной Болотной был лозунг Я не голосовал за этих сволочей Я голосовал за других сволочей Верните мне мой голос Правильно посчитайте голоса Правильно посчитайте голоса Вот это был абсолютный, так сказать, четкий выразитель общего настроения Сумма мнений Все не так, товарищи Все не так, ребята Все не так, ребята То есть, вот второй тезис, который я пытаюсь здесь озвучить Стоит в том, что есть некоторое ощущение недовольства, несогласия, неудовлетворенности Но нету при этом адекватной системы лозунгов, требований, программных позиций Которая бы выразила вот это общественное ощущение То есть мы живем скорее в сфере ощущений Чем в мире, где выражаются конкретные политические требования То есть то, что мы выдаем за политические требования На самом деле, это не совсем политические требования Это скорее некая замена Нельзя же просто ходить Или вот вспоминается знаменитый еще советский анекдот Когда Раздает у Кремля Листовки пустые, где вообще ничего не написано Его спрашивают А что же тут ничего не написано Он говорит, а чего писать, и так все ясно Вот И вот это ощущение белого листка Да, то есть если просто раздавать людям белые листки Где ничего не написано Это будет иметь ровно тот же эффект Как если будем раздавать листовки Да Потому что совершенно не важно, что на них написано Разбрасывая Да Мы собирали коллекцию листовок И в том числе у нас такой вот внутри нашего института Был такой неофициальный конкурс на худшую листовку сезона Вот самая худшая листовка сезона А на номинации, лидирующей номинации Вышли листовки, где было очень много слов Чем больше там текста, чем больше там написано Тем меньше вероятность, что кто-то будет это читать Вот Таким слепым шрифтом, на плохой бумаге, мелкими буковками Что-то написано И какие-то еще плохо отпечатанные фотографии Ну там обязательно Путин или еще что-нибудь дорисовывать И вот выходить, чтобы люди еще во время митинга А еще вот если товарищи прибегут с дубинками И они будут читать вот этот текст Нет, они не будут его читать совершенно Вот, то есть При этом люди продолжают печатать, писать, так сказать Сочинять эти тексты замечательные То есть есть некая проблема несоответствия Политического выражения общественному строению Теперь отсюда, значит, третий пункт Моего выступления стоит следующий Что надо пытаться понять, в чем реальная общественная потребность И в чем реальная причина вот этого ощущения дискомфорта Неудовольствия, раздражения, огорчения, которые люди испытывают И на мой взгляд, я уже сказал, что первый момент чисто эмоциональный То есть за три с половиной года кризиса накопились просто вот негативные эмоции То есть причем кризис очень странный То есть с одной стороны экономическая ситуация ухудшается вроде Но с другой стороны она не ухудшается как катастрофически Ну то есть кого-то, например, прогнали с работы в восьмом году Но они, например, потом работу нашли Ну, может, не такую хорошую, а где-то и получше, может, нашли даже устроились То есть вроде бы как бы плохо, но не то, чтобы совсем плохо Но есть ощущение того, что стабильность, которая была обещана, она больше не гарантирована И в ней нету какого-то ядра, основы То есть что все может в один прекрасный момент куда-то вот исчезнуть, всплыть, так сказать, потеряться Ощущение неуверенности накопилось И вот то, что кризис за прошедшие три с половиной года никуда не ушел Это, на мой взгляд, самая главная проблема, которая задана кризис То есть людей больше волнует не то, что кризис прямо бьет по их карману Или по их материальному достатку, по их работе, по их положению И больше волнует то, что кризис никак не хочет кончаться И вот это бессилие общества, экономики, государства, власти Перед вот этим непрекращающимся, незавершающимся кризис Постоянное ощущение угрозы, что что-то случится Оно как раз и является первым фактором вот этой вот напряженности и удовольствия там Второй фактор это то, что происходит собственно с экономикой А именно постепенно власти все-таки начинают испытывать финансовый стресс В этом смысле Россия ничем не отличается от какой-нибудь Италии или даже Греции Нет, ну от Греции немножко отличается, но не сильно Единственное, что у нас есть нефть У греков кроме солнца и Средиземного моря ничего хорошего нет в экономике Это ресурс такой, который можно получить, не работает Вот их ресурс, который они могут получить, ничего не делая Это солнце и Средиземное море И приедут немецкие туристы или российские тратить деньги Наш ресурс круче У нас нефть, которую можно из земли достать и соответственно продать уже довольно выгодно Это вам не Средиземное морское солнце, это круче Но при всем том, даже вот в условиях, когда с нефтью все вроде бы в порядке Правительство начинает испытывать финансовый стресс Почему? При цене на нефть, те же самые 115-117 долларов за баррель, которые были в 2011 году Денег в бюджете не хватает Обратите внимание, что при рекордных ценах на нефть Потому что если взять в долгосрочной перспективе То никогда так долго такая высокая цена не держалась Если мы даже берем пиковые моменты 2008 года Там доходило до 143, но эта цена 143 держалась всего-то в несколько дней И потом повалилось все резко вниз А тут 115-117 стабильно держится практически год Даже с лишним Казалось бы, рекордные цены на нефть И при этом, при подобной цене, заметил, что российское правительство упорно не может свести бюджет без дефицита Почему? Ответы на самом деле очень просто Во-первых, это уже не те доллары Эти 117-115 долларов за баррель Они по расчетам того же Василия Колташова, нашего экономиста, институтского Соответствуют примерно в лучшем случае 80 долларов за баррель 2008 года А по некоторым оценкам даже меньше Как они рассчитывают? Это очень просто Например, мы берем цену на золото Перечисляем, сколько можно золота купить за 1 доллар в 2008 году и в конце 2011 Мы обнаружили, что доллар подешевел Ну, опять же, цены колеблются Но где-то все равно получается от 30 до 40% То есть это значит покупательная способность мировых денег упала А что такое рубль? На самом деле рубль это в нашей реальной нефтяной экономике не более, чем представитель доллара на внутреннем рынке То есть сколько у правительства есть долларов, столько они могут напечататься рублей Поэтому, естественно, рубль обесценивается пропорционально доллару То есть приход новых долларов, это, естественно, возможность напечатать побольше рублей И залить деньгами кризис То есть фактически в 2008, 2009, 2010 году происходила попытка просто кризис потушить, заливая его деньгами Не структурные реформы Не какие-то серьезные преобразования в экономической политике А именно вот заливать деньгами Но это, в общем, самый лучший способ для деньги сжечь Да, просто в топку бросали И в итоге появляет ситуация, когда правительство испытывает нарастающий финансовый стресс При том, что деньги вроде бы есть Но они все хуже и хуже и хуже работают Но это постоянное ухудшение качества денег, качества финансовых систем Это еще один факт Причем вот этот финансовый стресс правительства приводит к очень интересной тенденции То есть надо где-то деньги взять или где-то сэкономить Взять у своих собственных друзей из крупных корпораций трудно Потому что друзья будут недовольны Значит, деньги нужно взять в социальном секторе У тех же учителей, врачей, родителей, которые отправляют детей в школы и так далее То есть начинается постепенное наступление на социальный сектор Но что очень важно, это наступление, оно идет очень широко И оно касается не только финансового положения социального сектора То есть если бы все наши проблемы с социалкой сводились к тому, что правительство мало выделяет денег на социалку Я вас уверяю, можно было бы считать, что мы счастливы, что нам повезло Потому что на самом деле вся система реформ, она, что называется, глубже Потому что они же не просто сокращают социальный бюджет Они реструктурируют всю методику, с помощью которой происходит финансирование социального сектора И реструктурирование сопровождается нарастанием вот этих самых неолиберальных реформ Содержательным, когда, например, концепцию социальных прав заменяют на социальные услуги Которые предоставляются как бы по рыночным основам Просто государство иногда их субсидирует То есть вообще вся структура социального сектора разрушается И ему навязываются некоторые правила и принципы, которые на самом деле противоречат его внутренней логике То есть, скажем, с тем же самым образованием Что такое услуги? Вот набор услуг Вот я хочу, допустим, купить эту томатную пасту или вот этот соус Я могу выбирать, говорю Понимаете, смысл образования в его комплексности Если мы все это разрезали на маленькие кусочки, на выбор выставили И потом я смотрю, вот так, на арифметику у меня денег хватит А вот уже на русский язык не хватит А вот на самом деле я могу прикупить немножко астрономии, но без физики Потому что физика большой объем и много После победы нацизма Гитлер Есть замечательный документ, к нему вернется А все остальное на рынке Шахстана А что за документ? В 1942 году происходило совещание по управлению оккупированными территориями И там обсуждались в том числе вопросы образования Это очень интересно Это опубликовано в книге Дашичева Двухтомники «Банкротство стратегии немецкого нацизма» Она выходила еще в советское время Документы раз в совещании немецком И второе, по-моему, еще переиздавалось уже после советского времени Так вот, на этом совещании было очень четко сказано Что нужно дать людям минимальное количество знаний Которые необходимы им для того, чтобы они могли выполнять задачи Которые мы перед ними поставим Ну, то есть, например Они должны знать дорожные знаки Потому что иначе они будут попадать под колеса наших машин на дорогах И это будет мешать дорожному движению Или они должны знать географию в каком объеме В столице империи Берлин Ну, там еще что-то в этом роде Это очень интересный документ Просто надо читать Расписаться, по-моему Да, расписаться Ведомость расписаться, я думаю Или прочитать минимальную Да, считать арифметика В определенном объеме, чтобы они могли считать Какие-то минимальные задачи Которые, опять же Ну, сколько им там рейхсмарок дали За их труд Ну вот То есть, вот фагост, если вы внимательно прочитаете Фагост построен по ровно такому же принципу То есть, дать поданным В данном случае уже не рейх А нашей замечательной свободной республике Ровно столько знаний, сколько им нужно Для того, чтобы выполнять роль Ну, в общем так Скажем, быдла в этой свободной, замечательной республике А все остальное, пожалуйста Никаких запретов Купите себе пропорционально Вашему кошельку Но здесь возникает проблема принципиального характера Как я вам сказал, методологическая И вот Анна Очкина Социолог, работающая в нашем институте Она очень четко сформулировала Что в итоге Сама система образования Не просто коммерциализируется Но структурно деградирует До такой степени Что нет смысла уже это покупать Зачем за это платить деньги? Это не качественный товар получается То есть Разрушается структура Разрушается механика Разрушается процесс И в этом смысле еще раз говорю То, как у нас проводится реформа образования Это гораздо хуже Чем если бы они просто резали бюджет И резали сметы Пусть бы резали Ну, плохо, конечно Вы бы тоже протестовали Вы бы тоже сопротивлялись Но это вот то, что они делали в 90-е годы В России Резали бюджет Резали сметы Но при этом учителя, между прочим Очень многие были рады Работать в 90-е годы Даже за маленькие деньги Потому что говорили У нас отняли деньги Но нам дали больше свободы То есть многие учителя были довольны Несмотря на тяжелое материальное положение То, что происходит сейчас Гораздо хуже Потому что с одной стороны Деньги тоже убирают А с другой стороны Свободы там больше не стало Наоборот Отбирают свободу Все это сопровождается Безумной совершенно бюрократизацией И безумным вмешательством В дела учителей В жизнь школы и так далее Значит Поэтому Мы сталкиваемся не просто С наступлением на социал Мы сталкиваемся со структурными проблемами С ухудшением качества Социальной сферы И вот это ухудшение качества Оно как раз и является тем фактором Вот этого Как я говорил Неопределенного Зачастую Несформулированного Недовольства Когда люди Не до конца могут сказать Чем они недовольны Но чувствуют что-то не так Ну Третий Четвертый Да Третий был четвертый пункт Который конечно У всех на слуху И который Достаточно Уже раскручен Как раз Оппозицией Это тема коррупции Ну тут как раз Вроде все ясно Коррупция 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 Все понятно На самом деле Не все так уж понятно Потому что Вообще-то говоря Есть две проблемы Первая проблема Стоит в том Почему Либеральная оппозиция Так любит говорить Именно про коррупцию На самом деле Коррупция для Либеральных Оппозиционных лидеров Это опять же Псевдоним Всех проблем страны То есть вместо того Чтобы говорить О структурных проблемах О реальных противоречиях О реальных нестыковках Они говорят О том что воруют То есть Вместо того Чтобы говорить О системных реформах Они говорят о том Что надо наказать воров Соответственно получается Что если мы Вороватых Нечестных на руку Нечестных на руку Нечестных чиновников заменим хорошими, либеральными, чистыми на руку честными чиновниками, при сохранении всех остальных порядков, всех остальных правил, всех остальных институтов, то все будет классно, все будет тип-топ. То фактически вот эта тема борьбы с коррупцией, она может быть повернута таким образом. Я не говорю, что она так трактуется. Я просто говорю, что в теме коррупции очень часто появляется такая вот тема, на самом деле, оправдания социально-экономического порядка. Когда мы говорим, что дело вот в отдельных вороватых чиновников. Сколько все время нажима на этих вороватых чиновников? При этом, однако, есть вторая проблема, гораздо более занятная, что действительно, по некоторым замерам, за последнее время, а именно за годы кризиса, воровать стали больше. Спрашиваете, почему? Вроде бы ресурсов стало объективно меньше, а воруют больше. Как это происходит? Вот механизм, который мы попытались вычислить, то выглядит примерно так. Что-то представьте, что есть некое количество средств, которые уходят на воровство. То, что у нас в нашем замечательном отечестве называют транзакционными издержками. То есть экономисты многие записывают транзакционные издержки. Заранее это все забюджетировано. Так вот, предположим, у нас эти транзакционно-воростские издержки или транзакционно-коррупционные издержки составляют 30%. Потом, в определенный момент, в связи с кризисом, вместо обычных 130%, которые вы привыкли получать, вам вдруг выдали 115%. Что это значит? Это значит, что вы не украдете своих положенных законных 30%. Нет, вы их украдете. Но тогда у вас на работу уже останется, на выполнении собственной задачи, окажется всего 85%. Ну, 85%, может, в целом случае, и были такие случаи. Тогда их тоже украдут. Вот, потому что, наверное, на 85%, 85%, это значит, что некоторые виды работы, в принципе, уже не будут сделаны. Некоторые виды работы вы можете либо сделать на 100%, либо не делать вообще. Знаете, скажем, дорога, которая построена на 80%. Это дорога, которая ведет никуда. В общем, мост. Или мост, да. Вот в Кемерово еще в советское время построили... Нет, не в Кемерово, но в Кузнецкай. В Кузнецкай, в советское время, замечательный мост построили между двумя берегами Аврага, а дорогу не успели построить, потому что началась перестройка. Поэтому мост ведет из ниоткуда в никуда. Но очень красивый, роскошный мост. Ничего не соединяет. Вот. И, опять же, другой пример замечательный. В Якутии на одном автопробеге. Это моя любимая тема. Я его много раз цитировал. Может быть, кто меня уже слышал, прошу извинить, что услышали. Это не в первый раз. Но история такая. Люди на нескольких автомобилях проехали по Якутии. Ну, там нужно было опробовать эти автомобили, показать, что у них крутые тачки. Ну, какие-то фирмы субсидировали этот пробег. И вот они по приборам смотрят на них один километраж. А по столбикам получается 400 километров ровно. А по приборам там 387. Ну, это значит, что там 17 или 20 километров дороги украли. Или это значит, что там какие-то свои особенные якутские километры. То есть французский километр, ну, тысяча метров. А в якутском там немножко меньше. Мало-мало по мигу. Чуть-чуть меньше, да? Вот. Он от холода сжал. Он сжал. Да-да-да. Кстати, да. Вот, наверное, он сжал от холода. Чем? Да, они будут делать. Вот. Поэтому действительно произошла очень грустная вещь. Если вам дали, как вам кажется, мало денег, у вас остались эти 80 процентов, которые вы не можете потратить ни на что. Вы не знаете, что с ними сделать? Ну, что вы сделаете? Вы глубоко вздохнете и украдете оставшиеся в 80. Все равно ничего хорошего не получится. И это будет правильно, это будет рациональное поведение, понимаете? Будет рациональное, потому что, а что иначе? Если это пропадет, так вы построите себе вилу, там, дачу, я не знаю, там, еще что-то делаете, полезное. А так сразу деньги будут закопаны в никуда, понимаете? Поэтому это правильное поведение. Я тебе возражаю. Оно рациональное. Вот. Но почему-то публике не нравится. Странная публика. Да, странная публика. Ну, любимая тема вообще, которую мы слышим очень часто от наших высокопоставленных людей, что у нас очень плохой народ, да? Вот господин Юргенс из Инсора, да, Института современного развития, не ошибаюсь. По-моему, Инсора, да? Вот. Он прямо сказал, что народ плохой. Очень плохой народ. Очень плохо адаптируется к реформам. Мы проводим самые лучшие реформы. Мы все делаем хорошо. Мы же знаешь, что мы делаем. А народ как-то плохо реагирует. Ну, бестолковые как-то. Вот. И сменить народ бы хорошо. Вот тоже как-то меньше получается. Вот. Но у народа получается другое. Народ в какой-то момент начинает думать, что что-то не так с той стороны. Что, наверное, вот у них то, что не так. Народу там не совсем повезло, да? Как-то значительно. Вот, да. То есть вот, заканчивая эту часть, тем, что, на мой взгляд, совокупность подобных явлений, процессов, ощущений, она создает вот этот вот эффект, накопившись суммарного недовольства, при том, что зачастую люди не отдают себе отчет, в чем конкретно проблема. Потому что проблем много. Они действительно накладываются друг на друга. Они сцепляются, так сказать, связываются какие-то узелки довольно сложные. И вот это возникает ощущение, эх, ребята, все не так. Все не так, ребята, да? Как-то, собственно. Значит, отсюда вникла ситуация патовая. Потому что, с одной стороны, оппозиция не может стать силой, способной победить власть, хотя бы просто потому, что оппозиция не способна сформулировать реальную, эффективную, альтернативную программу. И не только потому, что заправляют в оппозиции нелюбимые вашим покойным слугой либералы, но и потому, что само общество из себя еще тоже эту программу снизу альтернативно не может сформулировать. Потому что если бы как раз было бы хорошо организованное, отстроенное гражданское общество и плохое руководство, плохие лидеры, ну что бы мы сделали? Мы бы их просто смели. И были бы другие лидеры, да? И все дела. А вот как раз когда в самом обществе достаточно большая неясность, неопределенность, рыхлость в сознании, то вот эти вот плохие, условно говоря, лидеры, они, с одной стороны, конечно, плохие, безусловно, с другой стороны, они все-таки до известной степени адекватны к состоянию умов в стране. И поэтому все вроде бы недовольны оппозиционными лидерами, а с другой стороны, ну, как бы, все равно приходят на миссу. Дальше. Отсюда следует вот этот тупик. Тупик вот уже продолжающийся несколько месяцев, когда с одной стороны оппозиционное движение растет, недовольство растет, акции протеста относятся все более заметными, все более сильными. С другой стороны, все равно вот стратегическая ситуация не меняется. Не то, чтобы вот сейчас свалят власть, да нет, чтобы там удальцов не кричал, что там пора менять власть, да, пора вот, нет, а она не меняется. И от того, что мы там прокричим это 50 раз, ситуация радикально не меняется лучше. Хотя при этом количество в качестве понемножку перейдет, потому что само по себе накопление сил происходит, и накопление недовольства происходит, то есть рано легко на сторону рванет. Но при этом заметим, что либеральное руководство протестов в московских, отчасти питерских, сыграло очень нехорошую роль тем, что, во-первых, предельно заузило протестов, а во-вторых, представило в значительной мере как протест вот этих пресловутых умных, интернет-продвинутых молодых людей, что, естественно, вызвало креативного класса, что, естественно, вызвало недовольство у значительной части провинции, оттолкнуло очень серьезно людей. Кстати, говорят про пресловутый Уралвагонзавод, да, в Нижнем Тагиле. Я буквально несколько дней назад был в Екатеринбурге, и мне там напомнили одну интересную вещь, что на Уралвагонзаводе была крайне напряженная социальная обстановка еще полтора года назад, то есть он был на грани бунта. А сейчас рабочие Уралвагонзаводы вышли на акции в поддержку Путина. Конечно, их согнали, конечно, их организовали, но они, по крайней мере, не отказались массово выйти, если бы они просто сказали, нет, не пойдем, да, вот всем заводом. Так им денег дали, им заказ дали. Да, ну понятно. Я про это и говорю, что тем не менее, ну, парни, люди не настолько примитивны. Я вам заверяю, что при определенных ситуациях, кстати говоря, традиции рабочего класса, там, где есть реально организованный рабочий класс, реальные профсоюзы, там люди могут и от денег отказаться, это не проблема, да. Мы видели забастовки на том же Самфорде, да, мы видели забастовки на Бентеве, мы видели, как ребята стояли там, да, и там пытались тоже людей покупать, пытались запупить, они стояли. А тут люди идут на эти митинги, спокойно идут. Почему? Потому что не только им так уж нравится власть, не думаешь, она им очень нравится, вероятно, они сами были на грани бунта еще там 2 года назад. Проблема в другом. Они видят бунтующих в Москве и в Питере как чужих, как тех, с кем у них нет ничего общего. И им как минимум все равно, что эти, что те, и как минимум все равно, что власть, что, вот и стучи, на данном Италии. А если уж так, но власть пришла, денежки принесла, там что-то заказы дали, работу обеспечивают, ну почему бы не пойти их поддержать? То есть, в этом смысле, процесс пошел довольно своеобразно. То есть, власть действительно смогла сыграть на вот этой трещине, на противопоставлении между провинцией и столицами, на противопоставлении между вот этим вот продвинутым интернет-классом и основной массой народа, которая... Все-таки власть сыграла, а не лидеры, не лидеры. Нет, я говорю, что лидеры подыграли, но у нас вообще власть. Но очень интересно другое, что власть, сыграв на этом противопоставлении, на этой трещине, совершила нам этот роковой ошибок, потому что они, во-первых, политизировали массу людей, которые абсолютно аполитичны были еще вчера. То есть, они их вытащили на митинги, они призвали их довольно успешно, призвали их слушать газет, слушать радио, слушать телевизионных дикторов, которых они раньше переключали тут же, на рекламу или на что-то еще, на Дом-2 переключалось. То есть, они начали политизировать слушатели Дома-2 каким-то чудесным образом, которые вдруг обнаружили, что Ксения Собчак оказывается политический деятель. Вот знаете, какая вообще странная в головах у людей произошла аберрация, да, со знанием. И тут же пришлось Ксению Собчак убирать с Дома-2, потому что это превращается в политическую проблему. Хотя уж более лояльных людей, чем зрители Дома-2, представьте, невозможно, в принципе, ни в одной стране. Вот, а сегодня вы уже испортили такую замечательную ситуацию. Вот. Ну, они реально политизировали огромную массу людей ранее аполитичных. Чем? Ну, включили их в обсуждение, в политическую дискуссию. А, нет, а почему? Причем тут трещина? Нет, потому что они их мобилизовали на свою сторону, как вам кажется, да, но мобилизовав на свою сторону, они их втянули в политическую жизнь. А-а-а. Это раз. Второй момент. Они надавали кучу социальных обещаний, которые они выполнили не в состоянии. Это знали все с самого начала. А сейчас стало еще хуже, потому что они знали изначально, что у них не будет средств выполнить это по полной программе при нефти в 115 долларов за баррель. А если нефть будет 98 или 90 или 80 или 70 или, не дай бог, 60, то что делать? Собственно говоря, что делать, они уже ответили. Они девальвируют рубль. Тогда технические обещания все-таки будут выполнены. То есть вы получите те бумажки, которые вам были обещаны. Ровно в том количестве, которое было обещано и которое, соответственно, будет напечатано. Ровно столько, сколько нужно. Но это не будет работать. И возник эффект разочарования, обмана, неудовольствия именно на основе самих обещаний власти. То есть если бы, например, правительство никаких обещаний не давало, то никого бы на митинги не вводило. Давайте честно скажу, что вы думаете, исход выборов был бы другой? Да нет, он был бы ровно тот же самый. Те же самые результаты выборов. То есть на самом деле они заигрались. Они устроили себе вот эти пиаровские кампании, они устроили для себя политические акции. И причем, как ни странно, здесь произошла удивительная вещь. Правительство действительно всерьез начало заниматься политической борьбой. Выяснилось, что они заниматься не умеют, не могут, и что эта борьба оборачивается на плачевом мире в перспективе против них же. Но надо отдать должное. Путинской команде, когда следил за избирательной кампанией, я думаю, боже мой, они единственные, кто вообще ведет выборы. Вот президент. Они грамотно провели выборы, они каждую неделю новую тематику сбрасывали, да, то есть, у них же оно на интересе. Вот. А вот как ведутся выборы на Западе? Единственная команда, которая вела выборы так, как положено в Европе, допустим, это была команда Путина. Обещания, конкретные программы предлагаются, они обсуждаются. Значит, мандидат общается с кем-то социальными группами, вступает в диалог. Все классно, ребят, все замечательно, кроме одного. Нет ресурса выполнить все это, нет ресурса все это выполнить, когда вы приходите в классный. Вот это главное, что подводят. Так бы все было, все это не тик-ток. А когда нет такой возможности, все это начинает с задней стороны лететь, как бумеранда. Потому что чем более качественно проведена избирательная кампания, чем более тщательно обоснованы те социальные и обещания, которые были даны на проводах, чем больше вы людей зацепили, задели, вызвали их интерес, тем труднее вам будет потом с людьми объясниться, когда выяснится, что все не так, ребята, в очередной раз. Поэтому, на мой взгляд, одной из главных проблем для власти на сегодняшний день является сама же власть, ее собственный пакет обещаний, ее собственная предшествующая деятельность и то, как она с этим будет дальше работать. И, наконец, отсюда третий момент, нарастающая волна экономического кризиса, которая добавит еще к тому, что есть. Вот очень интересный был клип пустинской кампании, опять же, довольно эффектный. Что будет, если не есть групп Путина? Ну, такая апокалиптическая картина, как все будет ужасно. Но вот если внимательно посмотрите клип, он нарушится, потому что самое страшное, что было сказано в этом клипе, это то, что в определенный момент ударит вторая волна кризиса. Ну, хорошо, Путина избрали. А вторая волна кризиса-то все равно ударит, только теперь она ударит уже по Путину. Вот в чем беда. И сейчас, на самом деле, власть сама была ситуация, когда она хотела бы найти выход из этого опековой, в общем, расклада. Но найти не может. И в этом смысле уже главная беда не в противостоянии власти и оппозиции, а в том самом кризисе верхов по Ленину, когда верхи не могут управлять по старому, люди не знают, что делать со страной. И это гораздо более серьезная для них проблема, чем любые наши митинги, выходы с белыми, красными и прочими ленточками, клавиумами, и так далее. И это предполагает некоторые сценарии дальнейшего развития событий. Ну, во-первых, протесты, видимо, будут нарастать, несмотря на то, что мы все недовольны тем, как мы сами их проводим. Второе. Все-таки будет нарастать социальный протест, который не обязательно сольется автоматически с протестом политическим, но будет спорадически на него накладываться. То там, то все. Ну, допустим, в Омске бастует фабрика производства мороженого. Сейчас, вот только что было событие. В Омске бастовали мороженое. Они же не требовали свободных выборов. Но для администрации Омска в условиях, когда всякие события происходят в Москве, там, в Питере, это очень плохая новость. Потому что им позвонят и скажут, что у вас тоже уже началось. И что они ответят. То есть им нужно либо ходить к этим людям, давать какие-то обещания, опять-таки люди не поверят в очередную работу, да? Либо реальные тянуступки. Либо сказать, вообще, это социальная проблема, это частная секта, нас-то не волнует, пусть они делают все, что хотят, но тогда, простите, частники обидятся. Тогда капиталисты придут и скажут, что же такое. Мы-то думали, вы всегда ОМОН вызываете, как раньше, в летние времена. Мы-то думали, что Центр Эв придет и поработает с бастовщиками. А вы самоустранились, говорите, что это частное дело. Тут, опять-таки, с другой стороны будет недовольство. То есть, будет не слияние этих потоков, сопротивление, на мой взгляд, сейчас, а скорее наложение друг на друга нескольких процессов. Но суммарно, то все равно это дает некий синергетический эффект. На политическую картину так или иначе будет влиять, так или иначе ситуация будет меняться. Тем более, что перенос центра тяжести протеста на регионы означает еще одно вещь, что означает, что в Москве просто будет меньше ОМОН и меньше внимания на Москву будет целеоточено. Ну и, соответственно, свобода рук нет. Наоборот. Поэтому, скорее всего, летние и осенние события, они будут развиваться именно по логике нарастающего многообразия протестов при общем векторе усиливающего давление на власть с разных сторон. И, наконец, последнее. Как может быть эта проблема решена с точки зрения, по того, что оппозиция кричит все сменить, но пока не имеет механизма смены. С точки зрения власти, я думаю, что пока будут использованы как раз мягкие, гибкие варианты на этом этапе, потому что жесткие варианты сейчас использовать ресурсы очень трудно. Опять же, на входящей фазе кризиса почти никогда жесткое насилие не используется. Были очень редкие случаи, вот скажем, ну известный случай с площадью Тиньаньминь, да, когда в Китае был применен вариант насилия. И то заметим, что это было только уже после того, как несколько месяцев протест развивался, совершенно претендент для Китая масштаба. Вот. Но более вероятно, как раз будут искать крайнего, будут реорганизовать правительство. Может быть, даже будут менять премьер-министра. Более того, известно, что правительство нынешнее было сформировано с опозданием, потому что никто не хотел туда идти. Потому что все почти министры, которым предложили остаться, или те кандидаты, которым предложили быть новыми министрами, они на первых порах заинтересовались, потом сказали, нет, это правительство Камикадзе. Мы не хотим идти к правительству, откуда через полгода, а может, раньше погонят с позором. И погонят ведь не протестующие народные массы, а погонят те самые, кто вас вчера пригласил на этот пост. Мы сейчас с вами. Да. Поэтому я думаю, что следующий этап – это правительственные кризисы, может быть, череда правительственных кризисов, сопровождающихся все-таки стихийной активизацией организации Гражданского общества. И следующее правительство после нынешнего тоже будет ненамного лучше. Это понятно, что все будет примерно то же самое, но будет нарастающий процесс. И в рамках этого процесса абсолютно принципиально, на мой взгляд, формирование уже структур, способных предложить реальные альтернативы. Вот мы сейчас в последнее время у нас в институте, на нашем интернер-дискурсе говорим о создании социального блока. Причем Татьяна Ворожейкина, как сказала социолог Татьяна Ворожейкина, что для расширения социальной базы протеста нужно сузить политический спектр. То есть не может быть программой, которая работала, и это время удовлетворял бы всех. Значит, для того, чтобы предлагать какие-либо работающие программы, какой-то функциональный, более-менее органический блок, нужно сузить спектр. Это не значит, что нельзя общаться с либералами, нельзя общаться даже с националистами в определенных условиях. Но это твердо значит, что нельзя вступать в такие системные коалиции, которые не дадут вам в одно раз самим сформулировать собственные позиции, собственные взгляды. Вот то, что мы видели, например, в оккупании. Когда около мэрии сидели люди и требовали уже каких-то прав в жилищных, пришли активисты к своим либеральным коллегам и сказали, давайте приходите, помогайте людям сидящим в мэрии. Они говорят, нет, мы им не пойдем помогать, потому что те против частной собственности. Это очень показательный. То есть это вот границы, которые проходят. И поэтому для социального блока принципиально как раз важно консолидироваться самостоятельно в защиту социальных гарантий, социальных прав, в защиту образования, в защиту принципа бесплатного доступа, не к услугам, почему, а именно к правам. Ну и мне тут скажут, а что это? Вот это что революционная программа, что это социализм, и что нет, это не революционная программа, это не социализм, но это то, что называется переходная программа, потому что за этим тянется необходимость формулировать новые требования. Как только вы отменяете ФЗ-83, у вас возникает автоматически сформулирует более радикальную программу, потому что даже заставить систему как-то работать по-новому. Ну, собственно, как-то происходит постепенно вот эта эскалация требований и программ. Но эта эскалация, она приходит не в голове лево-радикальных теоретиков, которые придумывают для себя правильную логику. ФЗ-83, ну, по коммерциализации образования, здравоохранения. Нет, там все, здравоохранение, образование, музеи, библиотеки, там вся социалка. Вся социалка. Так вот, я просто говорю о том, что задача здесь в том, чтобы вот этот процесс осознания необходимости более глубоких перемен, он происходил тоже поэтапно вместе с общественной мобилизацией. И поэтому, когда я говорю, что в первую очередь, там, допустим, идет борьба против ФЗ-83 или еще вот такие требования выдвигаются, это не замена более радикальных системных требований. Но это тот первый рубеж, тот первый этап, на котором мы можем консолидировать социальный блок. И дальше уже в рамках этого блока вести дискуссию, вести объединительную программную работу, посвященную этому, простите, тому, как не просто его консолидировать политически, консолидировать его идеи, но консолидировать программу, сделать ее более радикальной, более прогрессивной и в конце концов, более революционной. Собственно говоря, вот я думаю, этому надо посвятить в ближайшие месяцы, не прекращая, конечно, старания наших на улицах, не уступая улицу плохим парням или хорошим парням, кому как нравится. В самом деле, упоминались такие вещи, как структура, альтернативы. Да, да, создавая структуру, потому что, когда, чтобы выступать за власть Советов, надо, чтобы были Советы. Да, совершенно верно. Крики о том, что даем власть Советов при отсутствии Советов, это очень глупые крики, понимаете. Нужно создавать базовые структуры, нужно работать, то задавать их можем и только в процессе конкретного общественно-политического действия. И, опять же, нужно работать с очагами протеста, социальным объединять их, находить общий знаменатель, то есть общую равнодействующую, чтобы в конце концов выразить это в какой-то социальной программе. Хотя бы пока минимальной, но тем не менее такой, за которой будет поддержка. А как вы смотрите на все-таки объединяющие современные протестовые движения лозунг либералов, левых и националистов за честный политический процесс? Ну, никто не против честного политического процесса. Я не вижу здесь объединяющего лозунга реального движения, потому что, вы знаете, этот лозунг потеряет смысл в тот самый момент, когда, собственно говоря, процесс хоть сколько-нибудь выезд на поверхность. Знаете, есть одна очень интересная вещь, что Дмитрий Кожник, вот один из моих очень хороших товарищей, профсоюзных деятелей, он сказал интересную вещь, он сказал, что рабочим неинтересны честные выборы, вплоть до того момента, пока не появилась рабочая партия. Но когда у них появилась рабочая партия, становится очень интересны честные выборы. То есть поэтому говорить, что мы сначала будем заниматься общегражданскими вещами, а потом поднимем социальные дела. Нет, ну оно же реально-то есть вот это движение, полотный процесс. Мы же не отказываемся от участия в сопротивлении по демократическим вопросам, да? Мы же не отказываемся участвовать здесь, мы не отказываемся выходить 12-го южа, но в рамках этого движения мы должны абсолютно четко определить нашу собственную позицию, а это позиция социальных требований. Ну хорошо, тогда второй вопрос позволите. Вот с вашей точки зрения, вот как бы развитие вот советского что ли действительно какого-то левого устройства мира, вот в современных условиях, возможно ли, минуя собственно либеральную демократию по западному варианту? Вы знаете, я не думал, что это сейчас главный вопрос, потому что действительно... Нет, ну как, мы с точки зрения структурировали... Нет, а я отвечу, дело в том, что границы далеко не так очевидны, как кажется на первый взгляд. Если мы берем любой революционный процесс, если он идет радикально, даже в рамках буржуанско-демократического преобразования, то в нем элементы того, что Ленин называл государством парижской коммуны или государством совета, возникают стихии на сами события. Я, когда занимался изучением первых социальных движений еще в поздней средневековье, то обнаружилась поразительная вещь. Все это страшно похоже на те же советы, на ту же парижскую коммуну, это еще только возникает самое начало даже не буржуанско-демократического движения, вообще-то движения за перемены в рамках феодализма. Но такие же советы собирают, только они по церквям собираются, да? А иногда на кладбище. Кстати, очень интересно, в Париже во время восстания Этина и Марселя люди собирались на кладбище, потому что церкви уже не вмещали всех, а народ собирался на кладбище, когда были большие пространства, а в средневековом городе мало свободного места, вот на кладбище они были. Вот. И эти ассамблеи, кстати, об ассамблеях, да, говорят здесь вот, эти ассамблеи собирались и в прямой демократии решали вопросы и так далее. То есть это было очень похоже. То есть, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что структуры советского типа запросто вырождались в парламентские структуры или в авторитарные, да? То есть, поэтому я, например, не считаю, что здесь есть такое жесткое ограничение, что мы должны быть либо только за структуры типа Совета, мы там вообще нигде, никогда там, ни в коем случае не поддерживать каких-то там либерально-парламентских структур, или наоборот говорить, ну вот сначала пускай будет там либеральный парламентаризм, а никаких советов там не имеем, ни в коем случае мы будем там за парламентскую республику, а потом, значит, там еще что-то говорить. Причем, это очень дикая идея, кстати говоря, в периодических проектах, давайте будем сначала создавать парламентскую республику, чтобы потом ее свергать. Ну, довольно странно, да зачем вы создаваетесь? Ну, хорошо, а как реально могут функционировать сейчас структуры типа Совета? Как низовые, низовые, низовые структуры альтернативные власти? Это понятно, но... Это интергативные, если есть жизнеобеспечивающие контуры, если все решения... Юрий Михайлович, они или есть, или их нет. Борис Юрьевич, скажите, вот... Ресурсов-то у вас нет. Как вы считаете, насколько в обозримом будущем реально и в нашей стране, да и на Западе, ну вот особенно у нас, возвращение к, ну, создание социального государства, у нас по шведскому или хотя бы там по французскому типу, а на Западе возвращение к этому государству, ну, чтобы хотя бы радикальная буржуазная демократия социальными гарантиями с правами человека для всех и каждого, от молодого до мере как отход от этого отвратительного консервативного курса чудовищного, который проводит наше правительство в противоположную сторону. На уровне лозунга, безусловно, очень много людей сейчас поддерживают такую идею возврата социального государства. Да. И я думаю, что на уровне общественной потребности, общественного запроса, что на Западе, что у нас, это очень сильная тенденция. На практике, я могу сказать две вещи. Первое, возврат назад объективно невозможен, просто в одну и ту же реку нельзя войти дважды, в один и ту же поток, вернее, как говорили греки, да. В любом случае, это будет по-другому. И в любом случае, если будет какой-то социальный государство, скорее всего, оно будет более радикальным и более, кстати говоря, в каком-то смысле социалистичным и более демократичным, что особенно важно, потому что проблема здесь даже не столько социалистична, сколько демократична. В небюрократическом характере доступа общества к ресурсам, да. И это действительно становится, ну, если не лозунгом дня, то идеей дня. И вот Очкина, опять же, процитирую, она говорит о так называемом новом социальном государстве. В чем разница? Что в старом социальном государстве одна из главных функций социального государства, welfare state, состоялась на самом-то деле в том, чтобы, повышая жизненный уровень трудящегося, накачивать спросы на рынке. Просто люди потом пошли в магазины, и когда-то потребительское общество было прямо в паре, так сказать, сплетено социальным государством. И социальное государство, в конце концов, обеспечило потребительское общество. Почему, собственно говоря, потом, когда капитал разрушил социальное государство, он в итоге ударил по потребительскому обществу, и теперь мы видим кризис потребления, кризис спроса и мировой экономический кризис. Но было второе обоснование социального государства, которое всегда было маргинально, оно всегда было второстепенно. Оно стояло в том, чтобы обеспечить воспроизводство самого человека и самого общества. Создать структуры, которые нацелены именно на демократическое решение вот этих проблем воспроизводства общественной жизни, культуры, социальной сферы и так далее. Как самоценности, как самого человека, механизм воспроизводства самого человека. И это всегда было второстепенно. А задача нового социального государства стоит в том, чтобы переключить это таким образом, чтобы то, что раньше было второстепенным, сейчас стало первой стекло. И это, естественно, стыкуется с идеями информационного общества, с новыми технологиями, с кучей других интересных вещей. Но, повторяю, это достаточно революционное требование, на самом деле. Это не просто слова. Если это всерьез понимать, то за этим тянутся очень серьезные изменения. Ну, шансы на это в ближайшее время есть или велики ли? Ну, шансы, да, но через большую борьбу, через большие потрясения, большие испытания. Наши великие испытания, как известно. Потрясение. Не хочу сказать, что это. Размеры мельчные, эти шансы всегда варьируются. Шансы есть всегда. Да, это конечно, но не раз. Напишите, пожалуйста, в вашем телефоне. Обязательно, пожалуйста, с вами связаться. Андрей Ленинский. Есть вопросы? Да, есть. Нет, нет, нет. А, ну, сейчас напишет он и... Вопрос, да, не пишите за свой телефон. Сегодня, если нужно, не надо. Завтра? Ну, просто завтра. Завтра я буду. А что, да, очень прекрасно. Срочно? Да. Извините, еще один вопрос, вот, наверное, очень злободневный. При каких условиях и насколько вообще реальна вот революция в России и за рубежом? Я думаю, что существуют нереволюционные ситуации. А на самом деле, как раз революционные ситуации уже существуют. Проблема на том, что у нас революционные ситуации очень часто неправильно трактуют. Нас трактуют революционные ситуации, как уже само революция. Когда говорят, вот, а у нас там не революционные ситуации, а предреволюционные ситуации. Простите, вот вы читаете Ленина. У Ленина четко сказано, что некоторые революционные ситуации не заканчиваются революцией. И сейчас, по мнению большевиков, допустим, в начале периода великих рекордов, да, уже возникло некое напряжение, которое привело к революционной ситуации в 870-х, но революции не было. Поэтому революционные ситуации как раз очень даже, на мой взгляд, есть. А вот чем это кончится, перейдет для нас в революцию, и все в другую. А зарубежного? Я думаю, что мы сейчас можем стать частью общеевропейской революции. Почему европейство? Общемировое. Или вообще глобальное. Африка? Нет, я понимаю, что, может быть, Магрид считают себя Европой, но вообще-то не так. Я думаю, что просто арабская революция – это отдельный процесс, тоже очень интересный. Идет параллельный процесс. Параллельный процесс они друг друга подпитывают. Нет, а вот с европейским процессом мы можем вообще с вами сейчас истыковаться в один процесс. Ну, я снова к европейскому процессу и к арабскому процессу и к следующим процессам. У нас в пространстве немножко другое все, как выясняется. И вот то, что происходит на нашем пространстве, ну, вот в Казахстане, между прочим, вот около Абая собирается, да, это все тоже символично, потому что там-то как раз, да, там и стреляют, и все на свете, и там ситуация, ну, вот как сейчас сравнивается то, что у нас происходит с пятым годом, там-то еще почти с пятым годом. Ну, правильно, тем не менее, там, я думаю, тоже нарастает. Да, так вот, может быть, это процесс, который происходит у нас, он все-таки, если говорить об общем пространстве, он не с Европой связан, где, в общем, с Евразией, а вот в нашем постсоветском пространстве... Очень может быть, я, знаете, хочу сказать, товарищи, мы не можем заранее сценарий революционного процесса придумывать, да, вот. Это практика, владелец лично и мучает, ты сказал, что гораздо интереснее делать революцию, чем писать про нее. Я могу сказать проще, на самом деле, события на Украине в временах Мельничины не были прямо связаны с событием в Англии, но почему-то они совпадут с точностью там... Да, и почему это письмо Хмельницкому с поздравлением, писание кто-нибудь как крон. А есть такое, что арабская революция возбуждала это вольнение, которое было в России? Ну, да, в какой-то степени, в каком, конкретно? Ну, на первых порах особенно, да, был некоторый момент, по крайней мере, социологи фиксировали, что население России отнеслось, вот, по социологическим вопросам, позитивно, особенно потому, что произошло в Тунисе и Египте, да, там были более сложные отношения впоследствии, но, во-первых, порах был очень позитивный. А что касается арабских революций и резонанса, да, то действительно вспоминается история России, когда в Англии казнили Карла Второго, и тут же, ну, первого, простите, конечно, не стыдил Карла Первого, второй благополучно скончался сам, да, Карла Первого казнили, и в это время, значит, в одном из документов московского двора было написано, что, значит, англичане короля своего Карлуса до смерти убили, а у нас на Москве такого быть не должно. Они очень конкретно восприняли угрозу, после чего было принято решение о высылке английских купцов, поддерживающих республиканство. Я могу привести другой пример, когда вы... Сейчас Асада поддерживает... Когда был будет пригород, именно буквально через неделю в Москве было принято решение об облегчении регистрации, я не помню, что там было, в общем, ну, в общем, какие-то меры вот с регистрации, с арбайтеров, ну, прямо вот так на встречу пошли, я обалдел. Это было после того, как в Париже, вот, да, вот прошли эти вот... Так, шиндайчик и более конкретный вопрос, если на нем кто-то вступил на время. Я, конечно, хотел спросить, ну, вот, по поводу... 12 числа боевых. Да. По поводу, по поводу кризиса Верхов. Ну, во-первых, почему так важно было для Путина победить в первом туре, вот, и, как вы считаете, это ошибка была? Я думаю, что это была их большая ошибка. И второй вопрос, почему вообще Единая Россия или власть, не знаю, в том, власти, власть, не могли бы стать более привлекательной кандидатурой? Я думаю, нет, ну, во-первых, там, действительно, была борьба, а если вы читаете Равкор.ру, всем читать Равкор.ру, ребята. Вот, кто читает наш сайт Равкор.ру, там была все время статья под названием «Тупые против хитрых», которая описывала внутреннюю борьбу в властных структурах, а именно, действительно, было два сценария. Один был хитроумный сценарий, да, вот, с двумя турами, там, с какими-то сложными манипуляциями, очень эффектными, красивыми. А другой был тупой сценарий, просто вот в первом туре, там, по-любому, без разговора, все задают. И почему вы видели «Тупые»? Потому что тупой сценарий проще, он технологически легче исполняет. Дешевле? Не факт, что дешевле, он проще исполняет. То есть, вот, сложные комбинации, да, нет, нет, нет. А третий, если вы пишете, ну, там, грамм. Да, есть еще один нюанс, дело в том, что просто, чем более сложный сценарий, тем больше риска ошибки исполнителям. А исполнителям они своим не доверяют. А Чуров, он простой, да, он выполняет простые задачи, да, он считает до 146, да. Вот, поэтому решили пойти по пути простого, при том, что они, на самом деле, имели бы возможность получить реально легитимный результат. Если бы был второй тур, особенно после того, как вся оппозиция радостно стала играть в эти игры, после второго тура, ну, все обязаны были протестировать руками и сказать, ну, и что это, вот. Ну, да, ну, очевидно, ну, по-любому, да, легитимный результат. А так, легитимность результата, ну, она, конечно, может быть все-таки оспорена до какой-то степени. Хотя, есть все основания думать, что все-таки, я думаю, Путин свои 50-60 процентов реально получил в первом туре, так или иначе. Но тут вопрос другой. А когда вообще в России вопрос о власти решился на вывод? И это, как раз то, что, я думаю, успокоит Владимир Владимирович Путин гораздо больше, чем нас. Потому что мы-то можем в это поверить, но он-то в это не поверит. Он-то знает, как все строить до самого дела. Поэтому, в общем, мне кажется, что ему можно только сочувствовать эту ситуацию. А почему Путин, а не какой-нибудь Андрей Исаев? Ну, это сложно, это сложно. А Путин захочет Андрея Исаевна? Может, бы и захотел. Ну, не знаю. Это, опять же, либеральное представление о том, что там страшные восстолюбцы, какие-то люди, такие монстры, да? Я как раз думаю, что люди нормально, вполне хотели бы пожить по-человечески. А пожить по-человечески, это не значит ходить каждый день на работу в Кремле. Это очень неприятное занятие. Общаться с неприятными людьми. Ну, это тоже рискованно. Пока я у власти, пока я укурился. Пока у меня пуремет, я уверен. Володя, я вопрос не ко мне, а вопрос к сотрудникам президентской администрации. Пригласил их? Вы спросите. Суркова. Суркова. Да, да. Суркова. Расскажите нам, как же на основном теме. Лучше все равно. Я думаю, только через этот вопрос. Ну, я, собственно, о том, о чем же здесь только что говорилось. То есть, именно, надо быть где-то в простой местном масштабе динамикации во время выборов президента. То есть, вы говорите, что да, они, конечно, были, но все равно, он поменил бы свое, то есть, его все равно бы это... Во-первых, мы не вели никакой работы на мартовские выборы. В отличие, кстати, от декабрьских, кто там проводил объединенную программу по региону, по одному, по Башкирии, по крайней мере. Да. То есть, мы хотя бы могли иметь некоторое представление о том, что происходило на местах, а по мартовским нет данных никаких, которые бы я имел с первого взгляда. И у меня ощущение, что фальсификации были все-таки не в том объеме, чтобы выборы сделать полностью легитимными. Но проблема-то другая. Проблема не в том, сколько отдали за Путина, а проблема в тех правилах, по которым были проведены выборы. То есть, если нам даются на выборы, значит, Путина и тех кандидатов, которые власть сама же отобрала в качестве его спаррик-банклеров, включая, кстати, проф. Да? То, обратите... Такая предвыборная проводится в политике. То быть, честной по правилам. И оппозиция должна была сразу это говорить, и не задним числом. Причем поразительная вещь. Обратите внимание, что первые самые либералы, заметьте, спокойно пережили снятие Явлинского. Вот снятие Явлинского должно было быть тем моментом, когда он должен был... Ну как? Нет. Тогда нужно было Прохорову... Если Прохоров кандидат-либералу, то нужно будет в Солиданство принимать кандидатуру. И тем самым делать, по крайней мере, с точки зрения этого спектра, выборы заведомо нелегитимны. Ведь или все, или никто, да? Кстати говоря, если бы Прохоров это сделал, он бы стал реальным политиком в этот момент. Слушай, а какая разница? Ну так и так не будет Президентом, да? Ну так бы он в этот момент вышел бы и стал сам таки. Он этого не сделал. Это очень показательно. А теперь, смотрите, идет инаугурация в Андреевском зале. Кто находится? Касьянов? Кудрин. 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 Кудрин и Прохоров. То есть целый ряд министров и функционеров находятся в других залах. Георгиевском и Александровском. То есть они от тела от тела. А Прохоров и Кудрин находятся в Андреевском зале рядом с телом. То есть это значит, что эти люди гораздо важнее для власти. И моя гипотеза в том, что как раз сейчас власть будет играть на правительстве. То есть как раз вполне возможно, что роль президента будет сознательно уменьшаться или приуменьшаться. То есть он будет отходить немножко в тень. Типа, ну вот я дал им поработать. Ну, как будто мы живем во Франции, да? Французский вариант. Как-то порвать президент консерватора, а, например, социалист или наоборот. Тут как будто мы будем играть в эту игру. Вот как будто бы до определенного предела, да? Я думаю, вот так. То есть он дессонирует с его статьями, когда он писал, что первые периоды были восстановления, а сейчас будет какая-то... Нет, я говорю, как... По крайней мере... Как они будут действовать? Ну, откуда я знаю? Супор действует в милициональном? Да, ну, появляется как раз проблема, что они сейчас сделают ошибку. Помните, как Мюнлер в студации «Говиде» и сказал? Невозможно понять... Невозможно работать. Невозможно понять логику непрофессионала. Ну, почему? Ну, тут тоже, соответственно, как прогнозировать? Да они, смотри, сделают ошибку. Очень трудно. Нет, вот тут еще Медведев сейчас стал заявлять всем вдруг, что он на самом деле не добрый полицейский, а что вот тот как раз на самом деле злой был. Да, то есть конкуренция за роль снова полицейского. Вверху. А, товарищи, коллеги, я думал... Все, я слышу. Все, все. Все, все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.